В Нягоне открылся Центр объединения идей. Организаторы надеются, что интересные и полезные задумки креативных людей воплотятся в жизнь. Современная площадка создана благодаря окружному гранту. О необходимости и перспективах первого в Нягоне ко-воркинг-центра расскажет наш корреспондент. Выходи за рамки, все ты можешь действуй. Оптимистичные призывы настраивают на рабочий лад. Атмосфера Центра объединения идей, антураж помещений располагают к созиданию. Условия созданы для того, чтобы люди разных профессий, возрастов, сообща могли решать, как жизнь нягонцев сделать еще лучше. В принципе, чтобы это жителям нравилось, чтобы люди видели что-то новое, чтобы не было одинаковости, похожести. Это некоммерческий сектор, некоммерческие организации, где люди реально, если у них есть здравая мысль, и они ее подают правильно, можно получить поддержку. Вот это поддержка со стороны округа. Они дали финансирование, а мы правильно потратили эти деньги, потому что востребованность стопроцентная. Проект Центр объединения идей стал абсолютным победителем грантового конкурса. Один миллион рублей направили на организацию модной площадки жизнеутверждающим названием «Создавай». Здесь намерены проводить тренинги и образовательные сессии. Мы уже рассматриваем такую возможность привлечения федеральных различных интересных спикеров, тех людей, которые бы смогли ответить на вопросы, на любопытные вопросы молодых жителей Нягони. Мы в данном случае, потому что все-таки считаем пространство креативным, здесь, безусловно, будет энергия генерироваться молодыми людьми. Но уверен, что здесь без экспертов, без наших почетных граждан, без старожил в любом случае не обойтись. Пятница в Нягоне объявлена проектным днём. Теперь мозговые штурмы, например, по организации городских, культурных или спортивных мероприятий, будут проходить не в здании администрации, а в центре, где объединятся возможности бизнеса, общественности и бюджетной сферы. Пока ещё помещение, которое даёт возможность. А будущее зависит от нас, и в том числе этого центра. Если мы здесь сможем себя организовать, если нам это будет интересно, если это увлечёт людей разных профессий, разных компетенций, это наверняка сгенерирует какие-то идеи, которые потом можно реализовать. Нягонцы занимают активную жизненную позицию. В городе открываются скверы, на народные деньги устанавливаются памятники и скульптурные композиции. Свободных ниш, где нужны полезные идеи, ещё много. Поэтому каворкинг-центр явно пустовать не будет. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Егория, Нягонь.